Арла Натура. Настоящий сыр. Полезное удовольствие. Для начала мы оцениваем аромат сыра. Запах такой сливочный. Вы все утверждаете, что это датский сыр. По старинному рецепту. Но делайте его в воронежской глубинке. В городе Калач. Жили очень вкусно. Я планирую досконально изучить этот интернациональный сыроваренный феномен. Два года назад русские сыроделы узнали точный рецепт сыра Арла Натура. Сорт, популяризацией которого по всему миру занимается датско-шведский концерн Арла Фудс. В 2014 запустил совместное производство с российским молочным холдингом Молвес. У нас пять котлов. Здесь мы видим, что уже образовался сгусток. Происходит его разрезание. А вот в этом котле сейчас вносится закваска и происходит наполнение его молоком. Приготовление сыра в реальном времени сейчас происходит. Очень важно то, что здесь закрытый процесс. Это позволяет получить чистый продукт. За день этот завод может переварить 400 тонн молока. Круглосуточные поставки идут от коров собственных ферм Молвеста. Завезли сырные породы француженки Монбильярд и британки Джерси. Дают жирное, богатое белком молоко класса А. Чистое живут под тотальным контролем. Тут все расписано поминутно. На панели управления указан объем наполнения. Это 12 тонн. Какая температура. Вся вот эта магия сыроделия здесь полностью уже заложена в автоматику. За каждой цифрой лежит уже определенный труд и опыт, который позволил нам понять, что перемешивание должно идти 120 секунд, а не 110. Скандинавы передали Калачевскому заводу опыт, оборудование и технологию безупречной санитарии. Сычужные ферменты, закваски, микроорганизмы, которые создают уникальный вкус натурального сыра – датские. 60 сыроделов – наши. Зерно, оно не слипается, имеет правильный размер. Делаем анализ на АПХ. АПХ у нас при выпечке 6,45. Это говорит о том, что пора его формовать. То есть, все-таки, именно лабораторный контроль позволяет не пропустить стадию дальнейшей работы. Вообще, специалисты издания все время здесь находятся, чтобы помогать. На компьютере мы можем видеть все операции на заводе. Доступ открыт и издании. Можем проверить, достаточно ли теплое молоко, нет ли нарушений режима. Сырный рассол. Каждый день проверяют на кислотность. Фасовка, датчики сканируют плотность бруска. В камерах созревания даже воздух циркулирует, как велено. Кажется, так соблюдение технологии и качества молока стирают географические границы сыроделия. Как вы думаете, Марсель сейчас догадается, где русский, где датский? Мы думаем, нет. Нет? Марсель? Российный. Это датский. Но я это понял только потому, что он более зрелый. Особенный запах, терпкий вкус. Российский. Датский. У меня остается только одно штачку. Когда такой сыр дарит удовольствие от натурального вкуса, какая разница, где он сделан? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...